Итак, дорогие друзья, дальше, продвигаясь в блокчейн, мы с вами будем работать с блоками. Сейчас я нарисовал два блока. Блок будет иметь информацию. Ну, например, там, первое там имя я пишу по-русски, к примеру, сумма. По сути дела, если бы мы передавали открытым текстом, это было бы неправильно. Грубо говоря, вся информация будет шифроваться. Определенным набором цифр, имеющим определенную длину. Вот эта вещь в данном случае, которую, допустим, использует биткоин, называется США256, длина 64, сейчас все поймете. То есть, по сути дела, сначала, чтобы подойти к блокчейн, мы возьмем то, что на сегодняшний день использует уже конкретно биткоин для шифрования. Называется хэш. Дополнительную информацию я дам почитать. Все. Вот это убираем, переходим к коду. Нам надо разобраться, что в Python и в других языках везде есть вот этот принятый режим шифрования США256. Первое, что вам надо сделать. Шаг 1. Прежде чем приступить к коду, вы набираете либо википедия, либо что такое США256, и вы найдете информацию. Я вам сейчас покажу главное. Что вам сейчас надо запомнить, как начинающему программисту. Я прочитаю, вы послушаете на слух, а потом найдете. Алгоритм США256 является одним из преемников хэш-функции по алгоритму США1, именуемый США2. Является одним из самых сильных хэш-функций. То есть, это сильный алгоритм шифрования. Это вам надо сейчас запомнить. Теперь, обратите внимание на такую вещь. Что здесь есть такого? Вот здесь есть слово азбука. На самом деле, если мы посмотрим в слове 1, 2, 3, 4, 5, 6 буков. Но хэш-код, то есть механизм шифрования в США256 всегда составляет 64 символа. Если мы скопируем и найдем, допустим, посчитать количество символов онлайн, я посчитал, то действительно он составляет 64 символа. Давайте убеждаться теперь на этом с Python. Первую часть задания поняли. Прочитать США256. Второе. Прочитать, если подзабыли, байт, бит. Обязательно прочитать. То есть США256 читаем. Находим, читаем байт, бит. Находим, читаем хэширование. Хэширование вам достаточно знать сейчас следующее. Хэширование, преобразование массива входных данных произвольной длины в выходную битовую строку установленной длины. Только что с вами мы увидели, что это, допустим, США256, это строка 64 символа. Это вам надо все легко найти и почитать. Проведите вечерок. Ну, а мы с вами откроем сейчас Python. Эту ссылочку я тоже дам. И учтем первый урок. Сейчас я себе помечу сразу. Итак, и учтем первый урок. Что в Python есть библиотека, которая отвечает за хэши. Мы с вами создали файл. И давайте сначала проверим, работают ли хэши. Импортируем. Импорт. Есть библиотека. Хэш. Лип. Вот так она импортируется. Надо больше буквы сделать. Сейчас, секундочку. Итак, что мы делаем. Проверяем. Нам надо что проверить. Что это действительно работает. Что строки преобразуются в хэши. Ведь нам надо понимать. Мы будем это часто использовать. Давайте возьмем просто пока некую переменную блок. Присвоим ей значение. И будем... Будем... Вот мы экспортировали ха-слип. Начнем ее использовать. То есть ха-слип. Далее указываем США 256. То есть указываем нашу кодировку хэша. Далее записываем строку. Для того, чтобы точно определить. Мы ставим B. То есть байты. И далее просто пишем строку. Мы не будем оригинальными. И напишем... Не получится русскими. Ну ладно. Сейчас посмотрим. Тогда изменим. Русскими выдаст ошибку. Изменим. Потом разберемся. И есть. И далее... Далее... Откроем... Сейчас, секундочку. Откроем... Python. Посмотрим переменные. Мы сейчас с вами... Воспользуемся... В любом случае возвращаясь строку. Пусть там двойной длины. Сейчас нам... Не важно. Просто скопируем. Так... Так... Секунду. Добавим функцию. Функцию, да? Теперь... Выведем блок. Так... У нас много скобок. Она, скорее всего, сейчас выдаст ошибку, потому что я вижу, что... Тут было бы... Синтексис... Синтексис... Эра, да? Я стер... Сначала... Смотрите, вот это пустая строка. Но если мы запускаем файл, даже пустая строка у нас имеет количество символов. Ничего не написано, смотрите. Но, когда мы считаем количество символов... В любом случае мы видим 64 символа. Следующий момент. Ну, давайте... Напишем... Своё имя вы пишите. И, если вы заметите, посмотрите. Эти строки сейчас меняются. Одна и та же строка не может быть. Теперь возьмем второй блок. Переменная блок 2. И... Напишем... Валера плюс... Валера плюс Валера. То есть, по сути дела, смотрите. Здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть. Здесь больше символов. И выведем. Нам надо... Вывести блок 2. Мы видим, что в двух случаях, независимо, что здесь Валера одно слово, здесь много слов Валера. Но строка вывела всё равно количество символов 64. Это особенность хэш-256, кодировочки. Как мы видим, эта кодировка шифрует в очень... Ну, подобрать ключ трудно. И по объяснению, математическому объяснению, если вы посчитаете, совпадение, ну, практически невозможно. Да? Какое-то отгадать, разгадать этот хэш. Поэтому его используют сегодня блокчейн. Это серьёзный хэш. Итак, но это ещё не всё. Сейчас для вас домашнее задание. В домашнем задании вам надо... Это уже для участников в школе они сделают. По крайней мере, ознакомиться с документацией, проделать примеры документации и самостоятельно для начала прочитать, какие методы имеют вещи. Да? Запомнить за себя. Дай же сайт, блок сайз, нейм. То есть, обновить, пока далеко не лезть. Потому что наша задача была для начала просто познакомиться. А ваша задача, как новичка, на сегодняшний день мы проделали, да? То есть, начали. Что такое хэш-блок, да? Что у нас есть библиотека хэш-лип, да? Работы с хэшами. Есть сама хэш-256. Поэтому на данный момент этого достаточно. Дальше мы будем применять. Обязательно то, что я говорил, прочитать. Прочитать для себя, не оставляя. Что такое хэш-256, США-256, байт-бит, вспомнит. Прочитать, что такое хэширование. Пока вводный урок закончен. Смысл, я надеюсь, вы уловили. Мы будем работать с этой кодировкой, США-256. Просто, я надеюсь, к концу урока вы поняли, что данная кодировка, независимо от количества символов, на выходе имеет одинаковую строку, которая имеет определенное количество символов. Все.